Его уже назвали проектом года. В областном центре в ближайшее время начнут реконструкцию Петровского моста. На него депутаты нашли в бюджете 10 миллионов рублей. Ещё 100 необходимых для первого этапа работ готов выделить федеральный центр. Ремонт начнут уже осенью. Ещё два транша в 300 и 260 миллионов рублей Липецк получит в ближайшие два года. Деньги есть. Осталось решить вопрос, как избежать пробок во время ремонта. Я так думаю, что это будет реверсное движение с светофорами. Возможно. Во всяком случае, мы это предложение тоже сделаем. Затем депутаты обратились к председателю Департамента культуры с просьбой проследить, как будут тратить деньги на установку памятной доски Герою Советского Союза, военному лётчику Александру Кириллову. Депутатов не устроило, что сам памятный знак обойдётся казне в 11,5 тысяч рублей, а мероприятие на его установку потянуло на 50. К слову, сюда включили оплату артистов, ведущих и аренду аппаратуры. Я считаю, нам необходимо дополнить решение пунктом о пересмотрении, дабы не оскорблять память Героя Советского Союза необоснованными тратами, всё-таки пересмотреть смету на организацию проведения торжественного открытия мемориальной доски. Стоит отметить, что эта 26-я сессия Липецкого городского совета депутатов стала дебютной для четырёх новых парламентариев, которые победили на выборах 10 сентября. Новоиспечённые слуги народа получили депутатские удостоверения и значки, а также распределились по рабочим комиссиям. Анна Голимбовская, Анатолий Гончаров, Липецкое время.